здоровенький ребят вы на канале ford mac ну что же крис чан обзор от лунных янки ролик стоит с ограничением по возрасту но давайте уж просто посмотрим спасибо конечно за заказ но сам персонаж крис чана для меня было до поры неизвестен и разве что видео парочку каких-то мемных фоточек с ним не более но когда мне начали рассказывать подробности про него и что он из себя представляет что натворил это как сказать помягче да нет таких слов которые писать помягче это ужас искренний ужас но давайте узнаем поподробнее что же он такого сделал как он заслужил свою репутацию такого эти интернет фрика поехали черт возьми всем привет вы на канале янки меня зовут алекс кокос и сегодня мы поговорим об одном культовом интернет персонажи своим родством заслужившим возглавить мартиролог всех фриков и мучеников эпохи интернета поводом для этого разговора послужил недавний громкий инцидент с участием героя а именно его арест по подозрению в инцесте с престарелой матерью страдающей деменцией кто этот монстр и заслуживает ли он прощения и что потолкнуло его к совершению столь отвратительного и гнусного поступка узнаете прямо сейчас поехали ёптую мать страшно мания величием юродство и болезненный инфантилизм именно с этими словами ассоциируется легендарных западных интернетах веб-комик сносящий родное для каждого тамошного бетарда название соничу его автор так это он придумал соничу господи печально известно в кругах интернет-троллей видеоблогер кристин уэстон чендлер также известна как крис чан его соничу гибрид соника и пикачун достиг такого уровня известности что даже отдел маркетинга компании сега знаком с этим персонажем на первый взгляд тяжело понять почему эти комиксы получили столько внимания художественные навыки автора оставляют желает лучшего расположение графических панелей вызывает недоумение периодические блоки текста пронумерованы для того чтобы читатель мог определить чем соотносится та или иная реплика 248613 кто вообще так это расставляет вообще хоть раз читал комиксы но даже это не всегда помогает проследить за происходящим господи вот знаете ребят я знаю что и существуют графические романы в них достаточно много порой бывает текста но блять это уже блять и если убрать картинки расположить этот текст и получится тупо страница книги в неприлично раскатистых полотнах текста нередко можно встретить крайне неуместный лексикона сопровождаемый странными грамматическими конструкциями множеством ошибок сюжет нелепые персонажи плоские а главный герой мэри с его автором которого все остальные персонажи любят и уважают даже место действия город квиквиль назван в честь его инициалов но что же принесло этому комиксу культовый статус что отличает его от прочего низкопробного фанатского творчества дайте угадаю охуевшая всратость и почему он стал таким популярным социальным феноменом ответ связан не столько с самим комиксом сколько с его многострадальным автором приковавшим к себе внимание всего интернет-сообщества недаром его называют одним из самых задокументированных людей в истории в 2011 году мультипликатор гарри партридж заметил а крис чане написано больше чем о джорджи вашингтоне роберте паттинсоне или джастине бибери этих огромных сердцеедах у которых нет вики сайтов с тысячу статей об их домашних кошках местах в которые не любят ходить и есть и рубашку которые не носили в разные дни о нем было снято несколько любительских документальных фильмов среди которых видео ютубера фредрик нутсен которое во многом легло в основу моего рассказа все источники в описании на форумах сам фенеффул существует группа троллей которые любят изучать странных и зачастую психически нездоровых людей и глумится над ними в октябре 2007 года один из участников форума описал свою встречу с одним из таких людей этот тип оставлял визитки в библиотеке моего училища где он торчал часами ища девушку без парня так я узнал о нем впервые потом я как будто зациклился на нем в результате дошло до того что прошлым летом я специально поехал в магазин игр после того как он запостил что будет там он оказался именно таким аутом каким я его и представлял встречаете соничу далее следовала ссылка на ныне утерянный сайт криса вот как описывают его форумчане по-моему мой компьютер теперь заражен вич не переходите по этой ссылке если вам дорога ваша форумица похоже на тоника клонический припадок пишут пользователи скорее всего имея ввиду яркие не сочетающиеся цветам которые были характерны для личных сайтов того времени но это конечно жестко выглядит я все понимаю но боже это реально может вынести глаза знаете как такая картинка с оптической иллюзией сайт был наполнен карандашными рисунками а также содержал первые семь выпусков комикса солнечу здесь же заинтересованные лица обнаружили имя человека ответственного за этот паноптикум кристана уэстона чендлера на самом деле его было сложно не заметить не было ни одного свободного угла на странице куда бы автор не поместил свои инициалы cnwc участники форума тут же обратили внимание на его нелепую работу для конкурса по мотивам игры пара под рейпер как оказалось крис не мог похвастаться умением проигрывать победителя конкурса он назвал тупым и никчемным о понятном отступит но гуд адамс так хаус ворот шип от музыкан мордин вопрос на сведе пищу вау вау вайшн оф офишу rules ух ты же блять да объявил настоящим победителем его негодование было вызвано страстным желанием выиграть билеты в сиэтл чтобы устроить романтическую поездку со своей подругой мэган но они чуть позже пара членов сообщества также поделились своими историями о встречах с крисом упомянув его исключение из колледжа а также подвязку соня чем которую носят куда бы ни пошел некоторые из форумчан однако выражали сомнения в том что крис чан реальное лицо несмотря на то что он был довольно насыщенный блок в маиспейс в нем он среди прочего делится тем как его выгнали из магазина надеялся найти девушку без парня от 18 до 23 лет как его требования к своей избраннице а также были вывешены на маиспейс так из назвать три года бойфренд фри и и и не алкоголичка красивая и милая так оффлэвер джо о подмайн отъемка от я вон девочка писал кота пипец из среди них белая весом до 100 килограмм возраст от 18 до 24 и не курящие в списке тех вещей которые не потерпят в девушке были пункты и курящие алкоголичка очень страшно и низкофункциональная психически неполноценная серьезно физически уродливая светло и темно шоколадного цвета и аутистка на фоне адиот хера себе блять вас на претенциозности списка особо выделяется последний пункт ведь крис признает что сам является аутистом он завершает список требований следующими словами прошу прощения если задел за живое я просто честен но не переживайте даже если вы мне не подходите вы все равно можете помочь мне разнося доброе слово обо мне среди свободных девушек 18 и 24 лет спасибо за внимание удачного дня один тоже таблиц странно звучало разнося доброе слово мне пользователь проникается сочувствием крису я конечно знаю что это сам финал но все-таки он ведь правда инвалид я быстро просмотрел этот список и мне сразу же стало жаль парню как бы то ни было в конечном итоге а крисе узнали на фучан анонимы принялись обстоятельно изучать его личность и вникать в его комиксы они быстро выяснили что творчество для криса было не столько способом самовыражения сколько инструментом для воплощения своих фантазий в центре внимания первых двух выпусков находился именитый соничу помесь соника и пикачу сражающийся с доктором роботником из вселенной игр про соника но к третьему номеру главным героем стал фактически сам кристиан антагонистом женщина по имени мэри ли уолш имя и внешние злодейки были взяты из реальной жизни в то время когда чендлер учился в общественном колледже он развешивал любовные объявления в студенческом кампусе листовки с вызывающим названием любовный квест содержали вышеупомянутое требование ко второй половинке ромео когда крис отказался прекращать развешивать объявления и околачиваться с ними в общественных местах уолш попыталась вразумить его в своем кабинете с глазу на глаз но единственным результатом стал лишь рисунок с угрозой который кристин прислал по почте на домашний адрес уолш после этого я запретили появляться на территории кампуса в течение одного года и потребовали посещать занятия по управлению гневом а также получить психиатрическую помощь крис выразил свое негодование демонизируя ее в своих комиксах он изобразил ее стереотипные злодейка из детских мультиков оставив реальное имя из-за того что его часто выгоняли из торговых центров и магазинов по причине того что он бесцельно шатался со своим магнитом для девушек знаком протяжения как он его называл охранники и менеджеры на которых он затаял обиду также были демонизированы в его комиксах и изображены в виде злодеев которых тесно это жутко звучит реально крис непременно побеждал он называл их коп злые и козл министраторы с детской простотой и обидой сочетая название профессии со словом козел играя на ненависть и кристина геем членов у чан начали рисовать грубые непристойные гомоэротические изображения с участием персонажей из его комиксов вместе с этим были обнародованы фотографии чендлера в его любимом месте игровом магазине под названием the game place 3 ноября всего через 7 дней после появления трейда на сам фенефол о нем было написано статья на сайте энциклопедия драматика крис чан суничу чендлеры сел рейпист аналоги отечественного лурка эта статья быстро стала одной из самых популярных на сайте и положила начало быстро растущему интересу кристину эстону чендлеру а также насмешкам и издевательствам в его адрес в скором времени крис узнал о посвященной ему странице на энциклопедия драматика он верно принял это за добрый знак радуясь что его комиксы стали популярнее тех же кто дурно не упасказывался он счел жертвами и дезинформации о себе затем крис снял ролик на youtube где кратко рассказал о своей биографии в основном повествуя о годах в начальной и средней школах и о своем как он это называет высокофункциональном аутизме он окончил видео просьба отредактировать страницу на энциклопедия драматика чтобы она имела более комплементарный характер стоит ли говорить что опять же даже может быть мне кажется даже говор такой более наивный я прекрасно понимаю что есть разные опять же расстройства есть разные опять же виды заболеваний но честно просто когда все это эти сочетается вместе с каким-то ужасом не знаю вот тема на самом деле очень твоя к когда рассуждают может ли считаться оправданием психологическое расстройство за человек совершил что-то воистину страшно не знаю я считаю что преступление есть то попытка оказалась провальный в конечном итоге он принялся собственноручно редактировать сайт однако его правки быстро вычисляли отчасти из-за того насколько неуместно они выглядели а также потому что в них он писал о себе от первого лица и местами оставлял свою подпись информация которую добавлял о себе зачастую имела крайне личный характер так он писал о своих неудачных попытках завязать романтические отношения с подругой мэган делился стихами дневниковыми заметками и упомянул что у него есть резиновая кукла для секса по имени офицер нести из стебли познакомиться бы с яндера дэвом вас и самое жуткое что рассматриваю некоторые аспекты его жизни это прям реально очень сильно похоже на яндеры дэв очарованные читатели поняли что откопали настоящий клад в ходе исключительно странный попал ответит на гомосексуальные арты с его персонажами он нарисовал собственную порнографию в которой помимо своих персонажей изобразил кого бы вы думали верно себя любимого занимающегося половым актом с неизвестной девушкой часть пользователей посчитала что это была очередная фантазия криса не имеющая ничего общего с реальностью однако он пояснил что девушка на рисунке является одной из его немногочисленных друзей мэган шрёдер сукин ты сын люди зависают в виде драматика естественно начали издеваться над крисом используя предоставленную им информацию постепенно отравля стала просачиваться в реальную жизнь так ему запретили посещать церковь после того как пастору сообщили о странице кристина на энциклопедия драматика другим человеком узнавшим о его проделках в интернете стала мэган френдзонящая криса с 2005 года она обратила внимание на непристойный рисунок со своим участием глубоко отвращенное действиями друга она отправила ему электронное письмо в котором сказала что он опорочил ее кристин попытался спустить конфликт на тормозах и найти оправдание тому что он сделал однако вместо этого он рассказал кое-что еще более отвратительное он написал мэган мне жаль что я залил этот рисунок и я хотел бы вернуться назад во времени и остановить себя но я не жалею о том что нарисовал его потому что если бы я не выплеснул свою фрустрацию в творчество я мог бы сорваться и сделать какую-нибудь глупость ой бля его охуенно и оправдание если бы я это не прислал могу ты явно верный тебя бы уж и мэган ответила вопросом что это значит похитите изнасиловать меня войти во вкус в самозакапывание крис попытался заставить ее почувствовать себя виноватой мэган я хочу оставаться твоим другом но мне становится все труднее справляться с эмоциями по поводу большого расстояния разделяющего нас я чувствую себя грустно одиноко и отвергнутым когда ты не даешь мне быть рядом с тобой и даже когда ты со мной не разговариваешь к апрелю мэган по всевидимости оборвала все контакты с ним вскоре после сила отрицания в нем невероятно господи сам же по сути вырисовал этот ужас и теперь еще и обвиняют других потеряем и даже запретили посещать последнее место где он мог социализироваться до геймплей с от роли изобретали все более извращенные способы травли так один человек сделал вид что он и есть кристиан скопировав его стиль одежды и манеру речи и даже медальон соничу пользователи прозвали его ликвид крис и стали активно под играть пародисту создавая у криса впечатление что его двойнику удается обмануть людей в ответ наш человек дождя начал делать собственное видео выдавая личную информацию в качестве доказательства о подлинности своего я включая телефонный номер и домашний адрес другой у баннер у нас только были принять все за чистую монету вот так вот отреагировать на все это это честно я конечно знал знавал таких людей которые могут принять подобные знаете вот откровенно выглядящий ров и за чистую монету но хотя ладно учитывая весь аспект того что происходит в голове у криса то другой реакции не следовало ожидать что ты будь и пользователь нарисовал комикс повествующие о похождениях брата соничу асперчу неудачника синдромом аспергера подозрительно напоминающего криса в своей пародии автор акцентировал внимание на ярко выраженные нетипичной любви между братьями высмеивая кандовую гомофобию крисом которая веду своей навязчивости убедила пользователей в том что крис на самом деле просто боялся стать геем и конечно же там еще до фоне были темноку в будущем мы в этом убедимся однако все это было слишком сложным для среднего обывателя и оборота набирал другой способ вывести нашего сердцеяда на эмоции прикинуться той самой девушкой из его фантазии и под видом наивной глупышки втереться в доверие первое из них самоназванные бланки вайс удалось уговорить криса выслать ей по почте медальон соничу после чего реликвия была благополучно уничтожена на камеру в ходе этих компаний у кого хуя было добыто огромное количество фото и видеоматериалов сексуального характера а также слитых перепис ребят извините я не знал что здесь такое будет надеюсь вы ничего не ели так с довольно пикантной информацией и поведанной зачастую абсолютно без просьбы особенно отличился 13-летний парень под ником blue спайк разыгравшись крисом настоящую садистскую драму сперва он взял себе имя джулии принялся разводить свою жертву на вирт введя планомерные записи того как крис самоудовлетворяется в ходе одной из таких сессий крис оспущен блять какого хера нами был застукан своим отцом что однако не научила героя предусмотреть вот да та самая фотография которая была у фиофи фрэнка в ролике про вебушников смотрительности и чуть позже в сеть попала запись того как крис развлекается со своей секс-куклой и крича имя своей возлюбленной затем blue спайк завел вторую личину макса злобного брата джули и убедил криса отправиться в долгую поездку в агайо с целью вырвать свою девушку из кровного плена выйти из дела был спайк решил со взрывом для этого он украл аккаунт крисов playstation network после чего шантажом заставил бедолагу сосунуть и блять себя в задницу вдоволь поиздевавшись и было спайк таки раскрыл себя чем довел свою жертву до слез даже его коллеги тролли сочли поведение шкета неприемлемый тоже перебор честно чел блять это уже реально пиздец даже не просто пиздец это уже какой-то знаете граничащий с аморалом и приняли решение выгнать его от греха подальше в общем жизнь криса превратилась в настоящее реалити-шоу чувствуя себя цирковой обезьянкой каждый шаг который документируется и обсуждается плеядами троллей юноша все сильнее и сильнее ослаблялся озлобленность начала проникать в комиксы про солнечу у которых как уверял себя крис теперь появилась обширная фан-база он начал изображать троллей в роли злодеев поминая отошедшую на второй план мэри ли волш персонаж крис тяна же постепенно занимала центральную роль в сюжете дошло до того что солнечу практически перестал появляться на страницах комикса чем больше люди узнавали о кристиане тем более явным становился портрет этого человека жизнь криса была похожа на жизнь ребенка его родители боб и барбара окружали его повышенным вниманием и ограждали от всех проблем вследствие чего он проводил свои дни собирая конструкторы лего и играя в видеоигры несмотря на то что он ходил в школу его социализация протекала довольно посредственно вероятно не в последнюю очередь из-за диагностированного в детстве аутизма крис жил в грязи его родители были барахольщиками а не про боже ты мой я понимаю имеет дело синдром плюшкина или столько мусора что со временем он выходил за пределы дома и скапливался во дворе рождественская елка стояла в одном и том же углу гостиной круглый год и убрать ее не позволяли скопившиеся на пути груды мусора а видео в ванной который снял крис показала что вся ванная была покрыта микробами и плесенью один очевидец отметил что кристиан пахнет гнилым арбузом в то время как другие описывали его запах как запах пота замаскированный литрами акса психиатрич женских бумагах датируемых 2004 годом отмечено что ему долгие годы прописывали антидепрессанты по словам врачам ему могла бы помочь терапия однако не похоже что она была ему оказана чем дольше продолжалась травля тем сильнее крис поддавался паранойям он и его родители начали видеть роли повсюду и стали все больше и больше отдаляться от внешнего мира несмотря на паранойю крис продолжал попадаться на уловки троллей меняя одну воображаемую девушку за другой чем больше информации он выдавала тем настойчивее становились блять янки пожалуйста господи зачем я теперь понимаю почему вы в ограничении по возрасту стоит шутники усиливая и без того свербящий когда его отец умер от инфаркта кристиан косвенно обвинил в этом троллей отметив стресс который они вызывают комикса крис остановились все более мстительными в них все чаще проникал мотив смерти им а его властолюбивые фантазии сменились садистскими все это достигло своей кульминации в десятом выпуске комикса в котором его самые ненавистные обидчики попадают в суд их признают виновными в оскорблении кристиана и каждый из них получает собственную сцену пытки одному выпала мучительно долгая смерть на электрическом стуле другой был подвешен и расстрелян тремя людьми третьему ломают части тела с помощью телекинеза пока его сердце не взрывается а четвертому просверлил тело маленький ребенок травля достигла предела 28 октября 2011 года когда они с матерью барбарой напали на майкл снайдера владелица the game place напомню крис был персоной нонграта в этом магазине с 2008 года с годами чендлеры пришли к выводу что майкл снайдер каким-то образом координировал атаки троллей известно что кристин и барбара уже степень шизата дошла боже вообще человек который просто вел магазинчик теперь стал для гиблины ты дьяволом оплате а подъехали к магазину и начали фотографировать майкла вызвав от того непреодолимое желание догнать нарушителей порядка в попытке скрыться от преследователя непутевая семейка не нашла ничего лучше чем сбить его на своем фургоне попытаться скрыться вскоре однако их задержала полиция и в апреле следующего года им были предъявлены обвинения в попытке скрыться после аварии и нападений оба были приговорены к условным срокам и исправительным работам также их обязали оплатить медицинские счета снайдера после этих событий крис свернул свое присутствие в интернете интерес к нему угас также стремительно как и появился отчасти это связано со смертью его отца боба которого сторонние наблюдатели считали одним из самых симпатичных людей в кристории он оставил семью с непогашенными кредитными долгами что не сказано усугубило финансовое положение безработного кристиана и его 70-летней матери 10 января 2014 года интерес кристиану снова разгорелся после того как в его доме произошел пожар по словам криса причины возгорания послужил шнур воткнутый в розетку в ванной комнате на первом этаже изоляция со временем износилась а кучи хлама оказались хорошим топливом для огня пожарным не удавалось добраться до места возгорания гораздо дольше чем того требовала ситуация причиной стали скопившиеся на пути горы мусора из-за которых им пришлось проникать в дом через окна другим знаковым событием на закате эпохи криса была его компания против смены цвета рук соника с коричневого на синий в последний на тот момент игре франчайза sonic boom его крестовый поход окончился в окружной тюрьме после того как он обрызгал работника геймстоп перцовым баллончиком я уду надо просто обрызгивать там водой типа стаканом с газировкой перцов крич следующей вехой в истории кристиана стала сексуальная революция в 2016 году он официально изменил свою именно кристину заявив о себе как а транс женщины-леспиянки и хотя он был воинствующим гомофобом первые звоночки люди находили еще в его ранних комиксах а в 2011 году он в открытую называл себя девушкой перестал стесняться своей тяги кросс дрессингу и стал усиленно искать способ сменить пол каким бы противоречивым не было изменение личности криса кажется что оно пошло ему только на пользу лучше понять себя вместо церкви которая ему надоело крис начал проводить время в различных лгбт сообществах 2015 16 и 17 возможно были последними годами когда криса действительно чувствовал себя в своей тарелке и хотя им все еще двигало желание найти возлюбленную посещение прайдов лгбт-фестиваля обеспечила крису социальное взаимодействие на которого ему не хватало и некоторое время он был счастлив однако его прошлое все же настигла его в 2017 году когда группа троллей под эгидой а идея гаиса разрушила его идиллию сегодня криса больше чем когда-либо жалеют из-за его искаженного чувства реальности не способны смотреть в лицо ужасным трудностям вроде огромных денежных долгов ухудшения здоровья его матери и тревожно низкой самооценки он полностью принял реальность навязанную ему троллями из идеи агаис они прикидывались воображаемыми друзьями крисом планомерно промывая ему мозги и ломая и без того хрупкую связь с реальностью только все наладилось и все пошел по пиздог по пизанской башне так они заставили его верить в то что он был наполовину соничу а его квиквиль реален когда стало известно что эти агаис вымогали у криса огромные суммы денег и угрожали сообщить о нем фбр если он откажется вмешались отряды сторожевых псов которые оградили крис от пагубного влияния троллей однако нанесенный ущерб психике крисом был уже необратим он купился на фантазию о том что он бог своего иллюзорного мира и когда в 2020 году началась пандемия он поверил что это начало слияния двух измерений нашего мира и квиквиля в результате которого вымышленные персонажи станут реальными изоляция привела к тому что крис практически год провел в теле солнечу путешествуя между измерениями пока не случилось страшное 29 июля 2021 года в сети появилась аудиозапись телефонного разговора криса на которой он признается в половом акте со своей матерью криса раньше признавался в том что видят интимные сны с мамой а их близость была объектом шуток со стороны троллей на протяжении всей эпопеи но мало всерьез способен на то чтобы изнасиловать свою 80-летнюю слабоумную мать как итог крисом ожидает судеб и спасибо конечно что вы спасибо заказка что дороги на тирану боже ж ты бой после некоторых реально хочется мозги промыть этого слушания по обвинению в инцесте в региональной тюрьме вирджинии по законам этого штата инцент считается тяжким уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 10 лет щекотливости добавляет тот факт что криса несмотря на его самоопределение поместили в мужской изолятор так как по местным законам не прошедшие смену пола трансгендеры помещаются в тюрьму в зависимости от их биологического пола что ждет кристину эстон чендлер в будущем кристорики сходятся во мнении что надежда счастливый конец катастрофически мало как бы то ни было на выходе мы имеем невероятно поучительную историю рассказывающую с одной стороны о плохом воспитании и социальной изоляции инфантильности нарциссизме или не сексуальных отклонениях с другой травли жестокости стремительном падении нравов и деградации общества отраженные в деградации личности для нас скажу так здесь принципе да факт того что натворил крис это нельзя отрицать это пиздец полный как и страны родители такая его самого но то же время сколько же блять бензина подлили тролли в эту бочку блять с горючим вот реально тролли здесь подлили знатная сжи феномен криса важен как предостережение интернет помнит все интернет порой не только помнить все но и способен извратить все это что могу сказать ребята честно ролик который ну реально вызвал столько даже не только вопросы а какой-то для пиздец души спасибо конечно то что я хотя бы узнал поподробнее об этом крисе что вообще за ним историка стоит ну мать твою за руку пиздец это чистый неприкрытый концентрированный пиздец история которая должна быть не только поучительный но во многом показывать опять же эти дуальность такой проблемы как инфантилизм и все все что накапливается вот таких вот людях так это насколько тролли могут довести тут состоять его всю эту ситуацию да ну реально ужасного уровня своровал деньги этом еще клевета в общем пиздец просто ёбаный пиздец короче респект лайк спасибо лунному янке поддерживать автор оригинала спокойно ночью дружки пирожки ёбаный рот и и и и и и Продолжение следует...